Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко рискует остаться без мандата. Сына бывшего губернатора подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства. После обращения ангарского депутата Александра Куранова за дело взялась прокуратура, что именно утаил от коллег и избирателей Андрей Сергеевич. Смотрите далее. 746 446 рублей и 54 копейки. С таким финансовым результатом закончил минувший год депутат законодательного собрания Андрей Левченко. Однако эти цифры далеки от реального состояния дел. Как выяснилось, парламентарий забыл задекларировать три банковских счета и имущественные обязательства на 57 миллионов рублей. Об этом стало известно по результатам проверки областной прокуратуры. Инициатором антикоррупционного расследования выступил депутат Думы Ангарского городского округа Александр Куранов. Все доводы, приведенные мной в обращениях, подтвердились, в связи с чем прокуратура Иркутской области внесла представление в законодательное собрание Иркутской области, в частности в комиссию по регламенту этики, которая, рассмотрев данное обращение, 9 июня назначила проверку. Незадекларированные банковские счета – отнюдь не единственный скелет в шкафу парламентария. Напомним, согласно действующему законодательству, в обязанности депутата входит обнародование данных обо всех имеющихся финансовых обязательствах. Так вот, в 2017 году Иркутский областной суд постановил взыскать с руководства заостальконструкция, в том числе с гендиректора предприятия Андрея Левченко, 57 миллионов рублей в пользу коммерческих структур Татьяны Казаковой. Тремя годами ранее одно из ее предприятий заключила контракт со стальконструкцией на изготовление и монтаж каркаса нового торгового центра. В итоге дважды сорвала сроки работ. Что, в общем, напоминает прошлогоднюю эпопею замены лифтов в ангарских многоэтажках. Сейчас руководитель аффилированной семьей Левченко компании «Звезда» находится под следствием. Андрей Сергеевич, тем временем, вероятно, ожидает итогов проверки комиссии по этике. Данная проверка должна быть проведена в течение не позднее 60 дней с начала внесения данного представления. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время будут уже результаты. Я надеюсь, что данная проверка будет проведена объективно, беспристрастно и сделает соответствующие выводы. Итогом такой проверки с большой долей вероятности может стать лишение Андрея Левченко депутатского мандата. Ведь предоставление неполных сведений об обязательствах имущественного характера у депутата – нарушение федерального закона о противодействии коррупции. Поиск ошибок в декларациях был излюбленным методом давления на неугодных депутатов во времена администрации Левченко. Например, декларация Александра Куранова. Чиновников заинтересовала надувная лодка. Не использует ли ангарский парламентарий ее в коммерческих целях? При этом в декларациях членов политического семейства Левченко нарушений на десятки миллионов рублей. Чем закончится очередной коррупционный скандал с участием сына бывшего губернатора станет известно в ближайшее время.